то есть углеводов должно быть в четыре раза больше чем белков и жиров ошибка это вред не будет метаболизм работать сразу перед сном и сразу после сна есть нельзя должно быть чувство голода еда это энергия добрый день сегодня мы поговорим про здоровый образ жизни вот у многих ассоциируется он с физической активностью и правильным питанием расскажите каким должен быть режим питания вот если человек хочет похудеть спросить лишний вес но я так скажу что самый модный передачи по телевизионным каналам идут всевозможные кулинарные рецепты то есть люди задумывались о том не только что есть но и как есть это ближе уже к культуре питания но огромная проблема возникает по когда говорим о питании у людей тучных у людей имеющих избыточный вес или наоборот потерявших вес до ниже нижних уровней анорексии и поэтому я лично много раз сделал свои попытки сделать диету свою у меня я всю жизнь борюсь с весом потому что я в отца отец у меня где-то от 110 килограммов и у родственники до 150 и поэтому мне это было очень важно тем более когда я отходил на костыляк свои там 30 лет почти набрал большой вес и мне потом вес мешал без мешал сердце мешал дыхание мешал энергетики и как как убирать вес если плохо двигаешься за суставку за позвоночник это кстати одна из проблем диетологов они назначают диету назначают физическую активность во время диеты и у меня были удачные опыты 36 килограммов терял за три месяца это была война с холодильником как с тех пор я ненавижу слово диета но рациональное питание это наиболее правильный термин и культура питания при этом который к этому относится поэтому сейчас я готовлю к выпуску новую книгу азбука здоровья где дежурное название азбука здоровья где большое большой раздел я посвятил именно культуре питания то есть у нас есть критерии какие жирки белые белки углеводы 114 то есть углеводов должно быть в четыре раза больше чем белков и жиров жир она необходим потому что это пластические материалы и отказ от жирного допустим от подсолнечного растительного масла лила это ошибка это вред не будет метаболизм работать другое дело сколько есть белки это мясо рыба творог некоторые фасоли и так далее продукты растительного происхождения здесь тоже большой опыт но недавно ко мне пришел на прием человек очень подвижный я москву сколько тебе лет я еще молодой и 77 лет действительно только выглядел хорошо то 77 лет и он мне в разговоре сказал что я много лет вегетарианил но сейчас понял что без белка жить нельзя имеется ввиду животный белок потому что растительный белок усваивается намного сложнее я был в одной кухне в гонконге женский монастырь там для посетителей устраивали обед из питания которые едят этим моно монахи и монахи и узнаете более вкусной еды я в жизни не ел 10 блюд без мяса но настолько активно растительные белки и нормальное состояние жиров что я понял что в принципе еда это вещь неограниченная до 5 спустя какое-то время потому что убрал 36 кг набрал 36 кг он уже мышц я понял что еда эта энергия есть много съешь она отнимает энергию шевелиться не хочется и поэтому это надо учесть что после питания даже поел сразу бегать прыгать не стоит дайте все-таки пищу ложится это по культуру питания второй момент никогда не садись за стол сытым без отсутствия без голода должно быть чувство голода когда голод есть тогда садись и когда ты начал кушать и жевать надо медленно чтоб пищу перевариваться во рту там все необходимые рецепторы есть для фермента для переваривания пищи и пока пища как раз уйдет в желудок она уже готова частично к усвоению в то же время в то же время быстро есть это много пихать себя не почувствуешь еды медленно кушаешь это усваиваешь еду и поэтому здесь надо понять одну вещь что как только ты сел за стол если ты худеешь сел за стол и постал получать удовольствие от еды вставай уходи вот так и окажется в конце концов что съесть надо намного меньше чтобы получить удовольствие и еще один момент то что если ты просто худеешь за счет и ты не делаешь физических нагрузок у тебя теряется белок теряются мышцы связки сухожилия человек становится слабым и рыхлым хотя худым это тоже нехорошо поэтому общее правило такое еду надо заработать не садись сытым еду надо отработать когда ты делаешь какие-то физические упражнения ты должен включить метаболизм пропотеть как минимум и это говорит о хорошем метаболизме ключевой зоны здоровое питание должно все-таки это кишечник это усвоение пищи и естественное выделение которое должно быть регулярно никаких запоров никаких учащенных там мышечеспусканий должно быть вот если эти три параметра соблюдается еда заработана еда отработана и хороший кишечник тогда ты на правильном пути а можно ли есть сразу с утра или там сразу перед сном вот людей беспокоит такие вопросы ну это беспокоит вообще так сказать отсутствие полного понимания еды потому что сразу после еды но у меня дома собаки они просыпаются они попьют потом они побегают поделать гимнастику только потом они когда заработали еду не садятся кушать поэтому если проснулся стал кушать уходя на работу значит ты проспал утра вставай раньше но до еды надо обязательно сделать гимнастику а тогда усвоение будет хорошие иначе у тебя найдутся начнутся осложения главное ты не получишь энергию от утра а перед сном если просто живот не даст тебе круглый живот не даст тебе спокойно спать будешь беспокойно вертеться в постели и не будет того времени для переваривания пищи которые необходимы во время сна то есть я считаю что не не менее четырех часов до сна надо кушать если хочешь кушать займи себя чем таким про сон вот вот ну и съешь салат в конце концов выпей чая сладко с медом это будет вполне достаточно но сразу перед сном и сразу после сна есть нельзя а что касается голодания полезно ли для здоровья голодать но пол брэк великий врач который проповедовал голодание но он вылечил себя тяжелую форму туберкулеза с помощью голодания он уже фактически погиб так ему говорили врачи он начал голодать и спас себя но не надо забывать что пол брэк активно занимался спортом ну а здоровительным спортом и поэтому считаю что он прожил больше там 90 лет то есть я сразу хочу сказать что голодание не для похудания голодание для лечения когда в те скопилось много всевозможных шлаков много плохие тебя кишечник работает плохо потеешь когда у тебя от тебя пахнет изо рта потому что пища не усваивается хорошо тогда конечно видимо не помогая гимнастике диеты надо поголодать но лечебно голодание считаю не более двадцати тысяч четырех часов в неделю на воде сухое голодание признаю потому что она мышцы связки сухожилия теряет воду теряет эластичность самое главное и что надо понимать при голодании увлекаются и приходят с разрушенным суставом то есть они все трещат пищат у них все болит мышцы исчезают нам нужен белок я вначале сказал жирки белки углеводы во время голодания белки не под не поступают и человек увлекается увлекается голодом у нее в пищу уходят эндогенные белки то белки собственного тела это мышцы связки сухожилия и поэтому одно что-то лечит а другое калечит поэтому голодание исключительно нужно только для лечебных целей после отравлений после перебора питания лекарств я голодал еще четырех лет выводился продукты связанные с избыточным получением лекарственных препаратов но голодал так и один как я сказал один-два раза в неделю но как нет как не парадоксально до заголодал 9 дней все 9 дней я хотел кушать переход на внутрь питания у меня не наступал но если меня больные которые легко голодают когда им надо убрать острый болевой синдром спине лекарства нельзя ничего не помогает а у нее вес 130 килограмм поголодает они две-три недели спокойно голодали на воде и проходил болевой синдром вот такие что голодание ради лечения оно полезно а для похудания она вредна а можно ли голодать диабетиком второго типа диабетик вообще голодать нельзя диабетом нельзя голодать не дай бог если они перед занятием допустим гимнастикой придут голодными на занятия они могут получить какой-то что-то типа полом транзиторного инсульта потерять общую ориентацию в пространстве такие бывают случаи и поэтому диабетики тоже даже четко следить за своим питанием которым прописал эндокринолог и не ходить на занятия совсем гону наедаться нельзя ни в коем случае на голодном нельзя приходить на занятие или заниматься в трансжерном зале и сразу после занятия помнишь ты существует такое белковое окно 20 минут после занятия на кинуть что-то белковых себя что-то приготовить заранее поэтому диабетики тоже своим сахаром должны следить и естественно не употреблять пирожек мороженое это все знают они все знают но всегда боятся повышение сахара после нагрузки самое любопытное что когда они приходят нам в центр лечить боль в спине на фоне диабета 1 или 2 типа я всегда спрашиваю ел не ел не ел хорошо тогда иди покушать и на занятия не пускаем и у них сахар улучшается в процессе лечения потому что активно внутренние органы пожелудочные железа в частности у них повышение составит пропорции сахара в крови становится нормальным после занятий то есть нельзя бояться нагрузки диабетика вообще диабетики и 1 2 типа должны жить в трансжерном зале этому это четкое мнение а вот людям у которых нет таких серьезных заболеваний они тоже иногда думают а стоит ли мне там есть перед занятием или наоборот лучше там два-три часа не есть после занятия перед занятием вот что но я все пробовал я должна 1 3 или сс японца который специально своих учеников откармливать до занятия чтобы они во время занятия перевариваться и пищи это очень нагрузка большая на метаболизм на обмен веществ поэтому заниматься конечно надо натощак с водой и не применять какие сладкие сиропы во время занятия всякие коктейли это опасно для метаболизма можно сорвать и сахар и все что угодно но после занятия ошибочно не есть долго и тогда весь белок который ты набрал в результате знать он сгорает поэтому в общем то я лично до занятия не ем никогда я пью много пью чай зеленый очищается внутренний душ после во время занятий много пьешь потому что любое упражнение идет на выдохе а с выдохом вы выдыхаешь воду из сосудов мозга и поэтому могут возникнуть головные боли и так далее и тогда это пьешь после каждого упражнения глоток воды немного у тебя восстанавливается водная солевой обмен ну а после занятий как я уже сказал в течение 20 40 минут надо обязательно покушать дорогие друзья если у вас остались какие-то вопросы по питанию пишите в комментариях вопросов может быть очень много я готов на это отвечать долго и поэтому в тот формат который у нас есть я даю наводки мысли на о чем думать когда ты думаешь о питании думать надо о культуре питания всего хорошего жду ваших комментариев удостоверен Продолжение следует...